Добрый день! Добрый вечер! Вам видно меня, нет? А почему такое? Почему не видно? Все я вижу. Я радуюсь. Я должен увидеть, как я хожу, нет, в экран-то. Не видно, раньше было видно. Моя картинка. Моя картинка. Переставьте туда. Я не слава Богу. Моя картинка, я не знаю. Да нет, слава Богу, все нормально связались. У меня до этого искушения были какие-то. У меня прям за 10 минут до этого интернет пропал вообще. Пропал весь интернет, я давай молиться. Прям 10 минут буквально. И все, раз и появился. А это прям бывает такое, что за полдня бывает. Ну, наш престольный праздник. Приезжал епископ Алтайский-Пагалутский Московской Патриархии со спященниками. Материал большой, снимали на два видео. Батарейки кончились и на телефон снимали даже. Как он вылазит из машины, как служба, как экскурсия была, как за столом беседовали и как уезжают. И мы уже это отправили все. 33 гигабайта. Отправили Ольге. Теперь желательно его поставить как можно скорее, насколько возможно. Вы можете с одного на другое перекидывать. Ну, так, чтобы все сохранилось. Потому что это дублируется, но с разных сторон съемка шла. Это я понимаю, но это быстрее и быстро не получится. Потому что это, во-первых, пока она мне передаст, на это уйдет 2-3 дня. Понимаете как? Ну, пускай. Два дня это нормально. Неделя даже пройдет нормально. Ну, я-то выставляю сразу. Я же укладываюсь в неделю. Каждую неделю укладываюсь. Вот теперь кто-то что-то вам будет говорить. Вы скажите, вот, пожалуйста. Вот приезжает архиерей. Служат в храме. Вместе причащаются. Все здесь, это не фотографию, которую подделаешь. Инотихич, а уже никто ничего не говорит. По-моему, все уже настолько насытились, что вот этой брехней всей, что уже сказать нечего. Да, конечно, нечего. Он выходит из машины, я подхожу под благословение, я говорю, я Игнатий, Игнатий, это ворон, и трижды целуемся. И в храме та же подходит, крест подает, а со мной он трижды целуется, стоит в храме. Это, маленько-то надо подумать, как. Люди-то, которые говорят, они совершенно не хотят принять истину. Как они были здесь, я ничего не скрыл, все, абсолютно все высказал им. Я когда выезжал, там рабочие группы были, там все они об объединении говорят. А сейчас так, поминали патриарха Кирилла и митрополита Илариона, русская православная зарубежная церковь, которая по полному чину называется, здесь, в храме. А потом его, епископа Сергия, это-то не выкинешь, потому что тут же священники, тут идет богослужение, тут распевание, и тут же вместе начинаем фотографировать, всеобщий снимок. И как за столом были, и как были на экскурсии, где крещение идет, пирс. Какие вопросы я им задавал, что отвечал, все записано. Это все безупречно уже, это не прикопаешься ни к чему. И как, и как. Тем более, когда садились, я говорю, знаете, вы только нас не давите. Да мы уж рассуждали, ну тут было не до того, чтобы переспрашивать, уже садился в машину. Мы о нас рассуждали. Я говорю, патриарх Кирилл говорил, многообразие форм служения только обогащает. Мы об этом как раз и говорили, и решили, вроде пришли к убеждению, что вас трогать не надо, а сохранить нужно в этом статусе. Вот как мы есть, служим вместе, трудимся вместе, но мы относимся к другой юридикции. Почему? Потому что если будем здесь, нам капут будет. Как Кирдык. Песченикам я все высказал по полной программе, ничего не скрыл. И как они реагируют, и как улыбаются, и как задумываются, это все показано. Вот из двух, когда будут, я написал, чтобы показало все, до последнего, там много файлов там, и не подряд снимать, ну, служба там, понятно где. И когда в храме стоял, он ко мне наклонился и говорит, скажите проповедь. Представляете, епископ обращается, что я тут пять священников, и ко мне скажите проповедь. Я говорю, я сейчас говорю только в разъездах, в Москве, в Лиссабоне, в Белисе, в Топе. В каких местах вот приходилось быть, вот там я только говорю. А здесь, может, лучше перенесем, кто-то за обедом скажете. И за обедом я говорю. А он издалека, до два дня он не спал. Ему было непросто здесь. А я думаю, вы когда написали, а я думаю, чтобы не дают сказать, с епископом-то поговорить. Вот, а я говорю, даже рот, если завяжут, ему Господь раскроет в устах, чтобы говорить. Мы молились об этом. И не знали, как я, говорю, батюшки подошел, и я говорю, я сказал, какая программа у тебя? Ну, какая программа? У него накормить, подарки дать. Они все с подарками поехали, каждому там меду и еще там гонят. Ну, и так, получалось, что сам епископ попросил. Нигде они мне под язык не залазили. Рот не заклеивали. Это все видно. Тем более, там в храме, где были, снимали с двух позиций. Это здорово, очень здорово. А теперь людям-то, которые, ну, не расположены, сказать, так, это кто, раскольники? Иритики? А если с иритиками-то раскольники, он служит, целуется, его отключать надо. Максим целовался, поблазосклонял, служил. Это что, вся потвергия сверхмилостей? Ничего не понимают? Да нет, Игнатьевич, они уже, люди все уже, в принципе, поняли. Они уже просто неловко себя чувствуют, как говорится, и все. Ошибались многие, потому что просто в неведении были. Они, как говорится, друг от друга принимали, а истины-то не знали никакой. Вот, поэтому, ну, и заблуждались по этому. Я вас попрошу, брат, вы, когда будете, что прогулок очень длинный, может быть, не один ролик получится, а отдельная экскурсия, отдельно за обедом, и дайте название. Названия такие, действительно, что были. Не просто за обедом, а более подробно дайте указание. И число, и то, и там, чин назвать. Ну, и еще что-нибудь такое сказать, цепкое, чтобы человек обратил внимание. Это все абсолютно... Я его спрашиваю, вот мы сидим, вы видите, что вот это все не наиграно, все, мы искренне говорим? Он говорит, да, конечно, да, ну что вы. Я уже такими, как бы, наводящими, чуть не провокационными вопросами пытался задеть. Нет, он только улыбался, радовался, обнимался. Это Господь сделал так. Да. Минатихич, да я вот тоже, вопрос важный, вы видите, погода начинается какая-то. А книги лежат в этом, в железном вашем ящике там, вот. Книги-то надо перебазировать срочно, потому что эта самая погода сырая, испортит их. Ну как? Я дальше еще не знаю, могу только молиться. Мы сегодня картошку начали копать. Вы с Михаилом Батугиным, послушайте, мы с Михаилом Батугиным разговаривали, я вам дам видео, смонтирую наши беседы. Сейчас я вам подпишу к беседе, я караффкации расскажу. В общем, он подыскал там склады кое-какие. Потом у нас есть, блин, это еще с батюшкой, с Кирилл Сахаром договорится, у него же там много помещений там в этом, при храме-то, при церкви. Вот. Попросим у него перебазировать теплое место, куда-нибудь перезимовать хотя бы. Вот. И они будут поближе к Михаилу, то есть ему будет легче ими распоряжаться, понимаете, как это. Нет, я думаю, пока они надо. Потому что они назначены именно для тех областей, для тех областей, когда возить, и до лежать, и будет дольше. Намного дольше. Трогать их не надо, ничего им не будет. Они в хорошем месте. Они заперты, сырости никакого нету, мыши и крыс нету. А там на вашей бургаре. Так он и будет их возить по областям, в чем и делает. Ему-то легче будет рядом, когда книги будут рядом с ним, легче же будет ему работу проделать, чем каждый раз в Тулу ездить. Ну, я знаю как. Надо до конца обдумать, чтобы мы не поглядели. Все. Давайте я его сейчас присоединил к беседе и вместе потолкуем. Добрый день. Игорь Тихонович, Сергей. Я вас не вижу, а вы меня видите? Вижу, вижу, всех вижу. Ну вот я сейчас, в общем, рассказываю о положении, о том, что вчера договаривались, о том, чтобы книги нам перебазировать. Я не знаю, потому что их перебазируют, а тот, у кого где будут, он на него нажмут, если это освещение, он в один день скажет, убирайтесь отсюда. А сегодня они находятся надежно, там никто не тронет их. А представьте, каким грузом. Такой груз с места невозможно. Притом, перевозка его увеличивает стоимость чуть не в половину. Есть непосредственные помещения, есть. Михаил нашел помещения, которые мы оплатим, и там оплата минимальная вообще, и теплые помещения складские. Сергей, это, понимаете, я знаю, насколько это шатко, тем более книги, все это связано на мне. Они, наверное, развивают такую бешеную компанию, и те, кому принадлежало, разрывают все договора, библиотеки, что угодно могут сделать. Вот я это все говорю. Это независимые склады, независимые совершенно. Они к ним кто-то знать не будут. Почти нет. Они кому-то принадлежат. А потом остаются везде. Я просто знаю. Я это все прошел. Поэтому мое желание такое. Мы заслали для тех области, которые Калуга. Так они до этого значили. Смоленская там рядом. И вывозить оттуда их, это риск. Огромный риск. Я просто, ну, боссу должен поставить кресло, сказать, все пропало. Огромный риск в том, что будет страшная зима, снежная, огромные сугробы. Куда, когда люди, даже которые захотят туда проехать, не доберутся туда. Потом придет весна, и книги, и эти все влажностью напитаются, испортятся книги. Понимаете в чем? Вот вопрос-то. И когда будут сугробы туда, не одним танком... Они у меня на складах открыты. Сергей, они у меня на складах деревянных. Открыты. И они не портятся. Они хорошо запечатаны. А там подвесок у них есть. Вы были там, знаете как, это село, это не в степи. Это к нам не даешь потеряевку. А там-то это большое село. Идет туда трасса. Я очень и очень не хочу, чтобы строгались с места. Они не торопят нас. У нас было такое однажды. Внезапно, 4 часа прошло, как мы уехали, сразу по тревоге. Забывайте книги, или мы сейчас сожжем их. Они бешеные. Я их просто знаю, они везде носу. И перевозить это не... Мы, в принципе, предполагали. В принципе, и смысл было тогда разговаривать. Я Михаилу говорю, он скажет нет и все. Я не просто нет, я доказываю. Насколько это опасно. Я скажу да. И вы меня через день будете считать за дураком. Зачем ты согласился? На меня скажешь. Я говорю, что здесь должно быть только одно условие. Не хуже и надежнее. А за это гарантии никакой нет. Мне на Украину легче переслать, чем здесь. Их отношения ко мне практически везде у Попопа одинаковые. Притом они ничего не могут объяснить. Я вчера вопрос поднимал парахиереи. Ничего не могут. Это духовная сила. Сатанинская. Она заставляет их к любой подлости подходить. Вырывает из библиотек книги. Представьте. Мирские библиотеки суют нос и обманывают. А они у нас нужнее. Они нужны для семинарии. Выдирают оттуда. А там какая-то прихожанка. И дальше они ставят крест на них. И хвалятся этим. Они друг перед другом похваляются. Кто сколько сжег, сколько уничтожил. Я могу только ждать расплату. Когда Бог создаст этот вихрь, выметит их всех из страны. Они христоненавистники. Они на любой подлог идут. Что угодно. Я их очень и очень хорошо знаю. Когда судились, более подлых обвинений против меня не было ни от коммунистов, ни от кагабистов. А только от попов. Притом мерзкие обвинения. Они никакого отношения ко мне не имеют. Ничего. Я жду мессию с запада. Вот иди разбирайся. Я тут же при суде говорю. Я жду его грядущего на облаках. С небес славой великою. На какую угодно подлость идут. А вот этот поп, он мгновенно все теряет. Они его еще из-за своей квартиры или что-то, они его вышел на улицу с детьми. В зимой, когда угодно, что угодно сделают. Я могу назвать факты, где это было. На улицу выталкивать и все. Или ты перекращаешь всякую связь с Игнатием, или выметим тебя сегодня же и затрем за тобою. Паша мама-то, Михаил. Спаси Христосу, он выписали из больницы. Вот. Ну, у нее давление и диабетция. Мы каждый день помнили и молитвили. А пусть она на них давление не смотрит. Никто давление никогда не смотрел. Давление только переедание было. Скажи, давление не смотрели, не мерь. И обеты разные. Ничего не надо этого знать. Это мы сами на себя говорим. То лищики, то лика думаем, я болен. Сам себя убедил о том, что я в сравнении с Сергеем Козловым не болен. И все встало на место. Вот тебе лежит брат. В сравнении с ним мы прекрасным здоровьем обладаем. Я не могу ноги развернуть там. И что это за болезнь? Я не слышал. Это не болезнь. Это естественное отмирание организма, возраст. А диабет, как правильно, связан с двумим обедом. Ну, вот и да. Я знаю. Диета 2 означает по-гречески, а обет по-русски. Я просто для смеха говорю. Мы сейчас говорим о книгах. Если там каким-то образом связан священник или знакомый священник, они в один день все переменяют. Их слово не имеет никакой силы. Там близко священник. Ни одного священника даже рядом нет. Там даже не парнет священником. Там священников нет. Это склад с ответственным хранением. Это немалый груз. Немалая стоимость пересылать. И потом отходит все это как бы в другие области. Тут за этим еще что-то стоит. Я внутренне против, что мы ухудшаем положение. Ухудшаем. Я думаю, что книги не спортили. Я думаю, что книги не спортили. Но, понимаешь, книгам вреда никакого нет. С хозяином, с Владимиром мы договорились, что нет у него такой срочности, чтобы освободить. И впереди что-то будет. Вам помощников Бог может дать. Моя просьба не трогать. По крайней мере, пока. Не трогать. Потому что за этим есть большое усложнение. То, которого сейчас у нас нет. Я спокойно сплю. Я знаю, они под замком. Все нормально. Охраняется собаками. Это огромная стоимость. И она не в деньгах выражается. Вы посмотрите, которые на меня идут сейчас запросы. Выслать книги. Я ваши книги в интернете стала читать. Пришла в православие. Я вас считаю духовным отцом. Другой опять. Я вас считаю духовным отцом. Это из-за книг рождаются. Не встречаясь со мной. А у меня еще на один замес. И больше нет. Если вот эти будут розданы. То даже не полны немного. На следующий год я могу заслать в вашу область. К вам. Прямо непосредственно туда послать. Но только они будут уже не 38 книг. А допустим 34 книг. Потому что остальные уже кончились. Их нет. Я себе оставил несколько экземпляров. Для архиереев. Игнат Леонид Тихонович. Я за зиму могу развести по городу Москве. По районным библиотекам. Вот ваше согласие. Можно и... Только я согласен. Согласен. Похоже. Потому что там ли... Там ли послать на библиотеку Ленина. На историческую, на парламентскую. В трех библиотеках. Центральной библиотеках страны. Мои книги в Москве. А вы там выставили, где я прогреваюсь-то. И мне говорят с разных сторон. И говорят, вы на раввина похожи. На еврейского. А мне говорят, что на Ленина. На раввина? А так покрыт это одеялом-то. Сижу где? После картошки-то. Покрытием на раввина, а лицом на Ленина. Может быть. Это Солженицына. Да. Так. На Солженицына мне это все говорят. А на Ленина это... Ребенок один. Я был в паспортном отделе. А на себе деда. А это Ленин. Что-то... Тимофей ваше стихотворение выучил. Про Ленина. Про Ленина. А что стихотворение? Ваше. Ваше стихотворение. Стоит карта ворота череп. Да. По мёту птицам отставил голый череп. Да. Может, это истов нащиёт. Он его наизусть знает. Так. Ну, Сергей, благодарю вас, что выставляете ролики. Конечно... Тут неоценимая помощь. Ролики играют большую роль. Это наглядно. Мы ничего не скрываем. Ничего не слепляем. А вот мусульманок там подсоединили. Это вообще классно. Не, ну он рассказывает, а людям-то знать хочется, о чём там речь-то. А я как раз смотрел этот ролик тоже. Вот вы говорите, а ваш образ не движется, он замер. Завис? А, а машина шевелится. А, а машина шевелится, да. У вас просто интернет слабый там. Ну да. Так. Осталось нам примерно две недели, а дальше будет видно. Можем уехать уже в Барнаул с Володей. Мы сегодня начали копать картошку только. Ещё... А у нас там морозы начались, да? Морозов нету. Но были морозы до этого, доходили где-то 3 или 5 градусов мороза. А сейчас температура начинает нормальная быть. Ещё уборка идёт. Вчера приезжали наши... И знаете, я хочу посоветоваться ещё один вопрос. Если вот у меня получится, со временем, вот то, что я планирую, Брянская, Армурская область, я могу только суббота-воскресенье, в библиотеке там работают. Но, первое, что рабочий день на 3 часа короче, и руководства никого нет. То есть, библиотекарь примет, в понедельник у меня не будет, придёт директор, и там могут какие-то неприятности возникнуть. Да, неприятности. Только с директором работать надо. Ну, с директором. Тогда у меня в рабочий день, к сожалению, не получается. Нет, это отпадает. Директор должна посмотреть, должна поставить печать на документе, ну, как мы работаем. Вот тогда они нормально работают. Бывают такие, которые заслуженные деятели искусства, так они там не знают. Для нас это праздник, какой подарок. Я приезжаю туда желанный гость, а вот когда директора нету, она просто из-за того, что она отстала в библиотекаре, она начинает вредить туда. Ну, безбожные люди. Что спрашивать? Ну, у меня остаётся, по моим обстоятельствам житейским, только Москва. Ну, узнать, сколько районов. И начинай работать по Москве. И по Московской области можешь. По маленьку где-то. По Московской области. Вы находите людей, которые в Смоленской, там, Брянской, до Мурманской. Им всё, все данные выдаваясь, копируя документы, копии, в каких библиотеках. И начинать работать с центральной библиотекой по области, с центральной библиотекой по области, по районным. И большие сёла, иногда я заезжаю, даже которые не районные, а они больше районных. Ирина Тихович, тут вопрос, вот, задали, есть время ответить? Есть. В общем, вопрос о том, как вы относитесь к празелитизму, ну, к переманиванию из других религий, там, мусульманства, или буддизма, или, ну, и конфессии разнообразных. Ну, знаешь, перетаскивать селёдку из бочки в бочки, это не моя специальность. Моя задача быть свидетелем. 9.16, 1 Коринфянам. Если я не благородствую, то горе мне, это моя обязанность. Я обязан это делать. А празелитизм, что я откуда-то перетащу, Господь перекладывает. И поэтому расстраиваться не надо, когда люди уходят где-то. Они ничему не были научены. Ну, допустим, она вторая, третья жена. Она более стабильная будет, чем у нас одной. А у него рядом та неманя ещё, через соседку прыгает. А тут у неё определённый статус. Она где-то, она знает, что через второй, через две суток к ней придёт ночевать. Поэтому, ну, если учитывать, что христианства нет на земле, то мусульманство займёт её место на первом месте. Никакой ревности нету. Нормально живут. Ну, тем не менее, вот на этом ролике у вас есть, вы с мусульманами. Вы опять же доказываете, что православие действительно не религия, а это уже второстепенно. Всё равно же вы оставляете, как говорится, свою религию. Я обязан сказать это. Это не моя. Я показываю, что это божественное откровение в Духе Святом. И так говорит Святая Библия. Я обязан вести и показать. А теперь смотрите разночтение. Я не Даниил Сысоев. Я не разбираю, каком там его поведении, где-то меня не касается. Я один том создал на Коране. Все суры и аяты разобрал в сравнении с Библией. У меня другой подход. Я проповедую чисто Евангелие. И на Евангелии ему доказываю. Он говорит, а у нас написано, сейчас беседуем с этим, вы сами сравнивайте. Кто будет проповедовать не то, что мы проповедовали, а анафема. Я ему считаю Галатом 1,8,9. Я ему показываю авторитет Священного Писания. Это не моё. Моё ничего нигде нет. В каждой книге я привожу 3000 ссылок на Библию. На Святое Слово Божие. Какое моё? Где? Я пишу стихотворение, 9 куплетов по 4 строчки. 9 и 4, 36. И 36 ссылок делаю на каждую строчку. 36 ссылок в Библию. Где моё? Я просто знаю, это невозможно человеку. Это Бог делает. Кого предопределил, тех и предузнал. Человек не избран. Я не имею права на него не сдеться, ничего он избрал. Из христиан все идет в буддизм. Я ему должен сказать, что судить будет Христос, судить будет по Библии. Вот мне что нужно доказать. А он ушел. Это его участь, его планета. Он избрал это. Вот там прописано за Библию. Не на небе. Я могу только скользить и плакать. А к чему можно применить вот такую цитату, когда Христос сказал, не мечите бисер перед свиньями и не бросайте жемчугу псам? Ну, свиньи это христиане. Это мы верующие, свиньи. Живем грязный образ жизни ведут, когда. А псы это неверующие там иудеи, все остальные, которые нападают на христиан. Такое толкование дает Иоанн Бартауст. Ему там должны понимать. И мечите означает так. Он не принимает и отойди от него. После первого-второго разумления отойди. Не мечи ему. Ну, а с пролитизмом это как-то соотносится вообще с пролитизмом? Ну, какое отношение имеет к пролитизму вообще? Позитивно? Нет. К пролитизму как-то относится. Ну, конечно, напрямую относятся. Напрямую. Я должен сказать, а потом уже не метать. Я засвидетельствовал, он не принял, и я отошел. А другой, я покажу, начинает опять Библию брать. Он не слышит, у него закрыто. У него без глухой и немой запечатал лучшие глаза. Ты только молись о нем, тебе не распечатать это. Не распечатать. И пройдет не один-два года. Вот сейчас у нас новопоселениц, вы видели которое. А она, когда меня держали в тюрьме, давала плохие показания. С попы настроили, родители. Пришло время, она при всех попросила прощения, расцеловались, и теперь мы друзья. Но прошло после этого 86-14. Да почти 28 лет. 28 лет зерно прорастало. И мы не встречались ни разу. И Господь так сделал. Вот так. Она меня считает, если не самым-самым, то где такого этого близким человеком теперь? А была с вами врагов. И мы не встречались. Единственное, что я делал, я молился. Теперь ответ. Вот так. Игнатий Тихонович, а вы говорили, что... Вопрос, ну, если день смерти лучше дня рождения, то как тогда смерть может быть наказанием за грех? Она была и остается наказанием за грех. Когда человек рождается, перед ним поприще, полное скорбей. Я должен пройти, вот мне 75 лет. Это тюрьмы, болезни, отравы. Что со мной делали? Я вот сейчас поднять руку, не могу помолиться. У меня руки выкручены. Это все было впереди. А когда я умираю, я знаю, ничего нет. Я со Христом. День смерти лучше дня рождения. Я, допустим, отправляюсь в командировку. И выхожу из дому. А командировка в опасную точку, огневую. Где-то в Чечне, где убивают и все. И я возвращаюсь домой. Да когда лучший день для меня? Когда я поехал или когда вернулся? Какой день мне нужно отмечать? Опасности позади. Я вернулся, я прихожу домой. Еще непонятно. Все тут ясно. А возмездие за грех смерть. То есть мы не бессмертные, потому что грех обладает силой притяжения. И возмездие за грех смерть. Согрешили, умерли. В Адаме все умирают. А во Христе все оживают. И для нас смерть – это приобретение вечности. Мы идем ко Христу. Павел говорит, желаю разрешиться выйти из тела и быть со Христом, что они сравненно лучше, чем жить в этом теле. Но для вас важнее, чтобы я жил среди вас и вам помогал. Пока остаюсь с вами. Павел так говорит. Иногда и нам алтолюги говорят. Вы же останьтесь и побудитесь с вами. Ну вот и Христос тоже по этому поводу говорил, доколе с вами буду я стремился. Но я считаю, что истинная вера – это когда стремишься к скорой встрече с Богом. Раньше христиане говорили «Ей гряди, Господи!» То есть они ожидали этой встречи. Истинный христианин должен ожидать этой встречи и жаждать ее, а через смерть пройти в то же время. А сейчас хотят подольше пожить. И разрешение этого не ждут люди. Правильно. Это полны жития святых. Этим желанием со Христом. Христос сказал, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас. Оно дальше надо добавлять. Как я хотел бы, чтобы возгорел с вами. То есть вы мертвы, вы не понимаете. До тех пор, пока не сойдет Дух Святой и не войдет в вас. И он отверзит ум к уразумению. Вот смысл это в чем заключается. Доколе это совершит. А вот сейчас люди спрашивают, почему сейчас умирают самые лучшие, и вот самых лучших сейчас забирает Господь. Почему? Говорят, им наоборот бы пожить бы. Ну да. Ну а ведь как? Господь бы им берет лучше, как Стефана. Люди скорбели, был великий плащ о нем. Но никто, ни один не понимал, что на его смерти рождается еще более великий. Савву обратиться и будет апостолом Павлом. И 14 книг Нового Завета из 27-х будут принадлежать ему, только сохраненные. А в то время этого не понимали. Кровь христиан всегда была семенем христианства. Семенем. Капля крови рождается христианин. Вот так. Ирина Тихович, а вот по поводу, вот я возьму Толстого, из Толстого немного, вот о вегетарианстве, вот опять же такая вот существует пословица, вот сытая брюхо к молитве глухо. И вообще о том, что вот, к примеру, во времена Толстого, люди, к примеру, мясо, ну, критически мало ели, можно сказать, по праздникам. То есть мясом не питались совершенно люди. А сейчас вот люди, как говорится, дня без мяса провести не могут. Вот вы чувствуете по себе, вы живете отказом от мясной пищи, вы чувствуете перемены какие-то с тем, есть мясо или не есть мясо? Лучше как, лучше телу как? Говорят, что если не ешь мясо, то недостатки какие-то... Ну, я буду сказать, потому что... Что, не понял. Недостатков? Нет, нет недостатков. Я больше 30 лет в рот не беру мясо. И мне, ну, я просто свои чувства, говорю, делается как бы неприятно. Был родной брат у Антона Павловича Чехова, Павел Павлович, и он, кто ест мясо, назвал трупоеды. Ну, это действительно так. Да как Господь ел? Ну, я говорю, они благословенные. Благословенные эти блюда, но почему-то монашество запрещено. Монашество-то не ест. Это ступень такая. Белки, то и другое. А сегодня вот эти бляшки, сужение, инсульты, все это плоды мясоедения. Человеческий организм более приспособен к растительному рациону. Я не чувствую ничего. То есть, для меня его нету, я как будто я никогда не употреблял. У нас было свое все, но это редко было. Я даже не покормлю, когда я его ел. Ну, я по себе могу сказать, что вот я спокойно переношу. Вот я мясо ем, Сергей. Но я даже вот с иначе на все живу, я в этом даже никаких недостатков не чувствую. То есть, я спокойно переношу, даже ем рыбу, все. Мы вот были в Лиссабоне, Португалии, а там его угощали, и мясо варили. Ну, я не ем, я сказал. И мои братья тоже отказались, как бы, ну, за компанию. Но я никому не запрещал, никогда. Но одно дело то, что если у нас мясное блюдо, то молочное не будет подано ему. Ни сметаны, ничего нет. Мясо и молоко несовместимые. Несовместимые по индейскому обычаю. Не вари козленка молоки матери. И у них два окошка, из одного бери мясное, с другим молочным. Одновременно ни один человек не взял еще в Израиле. Утром меньше одно, обед другое. Видите, с чем дело. Вы выставляете много роликов, там, скотину забиваете, там, барашки у вас всякие, там, кузнечики, эти, мыши, там, вот. И люди, негодование такое у людей. Люди-то не видят смерти в городах, вот. И для них это диковина такая. Да как вы можете, как это... Вот, то есть, они уже разделяют поедание мяса и убийство. То есть, для них это уже не связано. Ну, а, не так, как бы, мясо, оно не на деревьях раз все. Ну, вот, а люди думают, что на деревьях. А где-то... Говорит, не отвечай глупому на глупости его писания, говорит-то. Я могу об этом говорить. Почему? Господь сделал так. Адаму с Евой создал одежду, шкуру. Первое убийство было уже в раю. И так и было. Мех из чего делается? Из животных. Господь, что приготовьте Пасху, что приготовьте Пасху. Это не кулич какой-то, а ягненка закололи они. Шашлычок ели. Это лицемеры. Они, главное, едят, а чтобы они не убивали. Как это? Кошка ловит мышку. Это естественно все. Я показываю это. Я показываю, потому что это есть... Это так в природе уже установлено. Это лицемеры. У нас там где? В Белово петуха ловит, я вижу, в этот момент выбросили. Да потому что будут негодовать люди-то. Да только Белов-то. Что тут запретно или что? Я сначала подумал, я сначала подумал оставить, потом думаю, не надо искушать людей. Да ну, что уж им подыграл. Да все же знают, откуда колбаса, откуда окорочка эти, ножки буша, откуда? Это же Бог бегал в цыпленок. Цыпленок пареный, цыпленок жареный, цыпленок тоже хочет жить. Но его зарубили. Если я это буду говорить, тут понятно. Я жалею. И когда колют скотину, мне жалко, я говорю, отпустите ее. Но если уже колют, ну колют, я снимаю это, показываю. Обделяют, значит, обделяют. Ничего противозаконного нет. Дело-то в том, что когда люди, это вот опять же у Толстого есть, когда люди смотрят такие зрелища, они отказываются, там процентов 30, а может и 50, все от мяса отказываются. То есть, когда они видят, вот это вот убийство, вот. Прекрасно пускать не едят. Становятся вегетарианцами. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает, говорит нам Святая Библия. Блажен. Мы вот живем, у нас никогда нет, один ест, другой не ест, но только знают, вот он ест, допустим, Сергей, и тут подают сметану или молочную. Ой, мне, наверное, нельзя тебе брать. Нельзя, потому что ты уже мясо глотал. Ну ладно, я вечером поем. Это не относится к христианству, но я это взял от иудеев, и это полезно, маленько сокращает чрево. А когда садимся за обед, вот вчера подают там какие-то голубцы, и наклоняется Лена как раз и говорит, это с рыбой, с рыбой. Они знают, что рыбу я емаю. Другим подают мясное, а мне подают рыбное. Меня упрекает, один даже нашелся, я упрекнул, я к вам готовят, готовят, готовят специально. Я прошу не готовить, они готовят. И что? Чувство любви погасить не могу. Это любовь. Игнатихич, ну вот есть в Ветхом Завете, не помню, у какого пророка он постился очень долго, для связи с Богом, когда он выходил, он очень долго постился. Какой, Володь, пророк? Ездор. А, у Ездор. А у Ездор? У Ездор. А из святых, из святых, это Моисей, Моисей. 40 дней непилленный, или я пророк. Но был один человек, который постился не по 40 дней, как Христос, за 70, это Паисий и Великий. Паисий. Так вот, это же, это же действительно, вот чем ближе соединяться с Богом в молитве, как говорится, нужен пост строгий, для того, чтобы усмирить себя, тогда и молитва твоя, и связь с Богом твоя улучшается, ведь ты ощущать, становится, дух начинает в тебе работать. Вот, для чего полезен, это нам пост, для чего полезен. Вот, после молитвы. Я об этом даже не говорю, это сама жизнь, не то, что я настраиваю, у себя сейчас, это уже хронен этап, как вот дыхание, я не думаю, сейчас буду одну на другую дышать, или другую. Так это, я знаю, что это полезный вопрос, а у меня сегодня среда, но работа сегодня, тяжелая такая работа, в целом неземном месте, там, прилипает чуть ли не грязь, а даже нужды нет, отработали, мы сидим, сейчас пойдем ужинать, взяли с собой, там, повареные картошки, полепешки, Любовь Николаевна, теща Игоря, Третьякова, спекла, и все. Нет, а вас-то, я тоже, я могу день есть, там, два дня есть, для меня это, как говорится, я на это внимание не обращаю, вот, а для людей это тяжело, мне вот еще вопрос-то, конечно, такой есть, давно я хочу задать, и меня тоже побуждали люди к этому задать этот вопрос, вот, я имен не буду озвучивать, значит, был такой ролик, но он его не видел, в принципе, никто, вопрос заходит о том, что вы ругаете отца, что он сокращает пост, то есть, его, как бы, приукрашивает пост для дочери, то есть, трет там, в эту, в пищу ей, там, такие, ну, богатые белком, эту, то есть, а вы наставляете на то, чтобы пост был полным, а вы понимаете о том, что если ювенальная юстиция, вот, приедут к вам какие-нибудь инспекторы, и посмотрят, каким постом вы, кормите детей, что они обязательно накажут вас на это. 40 лет вокруг меня, они кружатся и никогда не наказывают, это выдумка все. Я говорю на конкретных фактах. Один год против меня возникли три уголовных дела, три уголовных дела. Но когда я вернулся в город, подал в суд, и все процессы выиграл. У меня опыт, это все в книгах отображено, ничего этого нет. Ювенальная юстиция никакого отношения не имеет, она еще не принята в России. Это обман. Дети у меня постятся в лагере, 42 года. И не положено какие-то дни растительного масла, нет растительного масла. И ни один худеет не сделается, более тощим. И когда идут в лагерь, они это знают. Мы православные, вопрос снят с повестки. В каком-то из городов у священника, у семьи, у батюшки забрали трех детей из семьи за то, что пост был строгий такой. Безумие все может быть. Им застрелить могут, и что угодно. Санкт-Петербург, и СССР застрелили. Зачем на это ссыраться-то? Они могли забрать. Да что угодно можно было делать. У баптистов детей отнимали там в 70-е, 60-е годы. Они на деревья залазили, из дома выкинули, а тут библиотека имени Добронюбова из дома сделала. Это все было. И обвиняли в самые гнусные преступления. И ни одно не было. Они убиваются в подпору. Те, которые убили по 30 абортов. Баптисты не делают абортов. У них много детей. Они бога боятся. Не надо клепать на них. А они, безборщики, и говорят в всякой пакости. Ничего они не сделают. Повторяю, что я начальник, создатель детского православного лагеря 42 года по сегодняшний день. 42. И не было ни разу, что мы хотя бы один день нарушили пост. Ни одного. Ни разу. И это все знают. И приезжают врачи, там заслуженные кандидаты, доктора, докторских наук. И никаких претензий ко мне нету. Ни таких. Дети здоровья. И весь сказан. Раньше был естественный отбор. Раньше дети выживали, сильные дети, а слабые-то, конечно, не выживали. А сейчас-то, видите, самых слабеньких вытягивают. И пост-то, конечно, такой строгий пост на вред-то идет. Строгий пост это не пить и не есть ни грамма, ни капли. Вот что такое строгий пост. Это не строгий, это просто другая идея. Вообще, пост, вообще, потому что сейчас кругом больны, все насквозь больны, дети. И диабеты у них, и все на свете там. И, ну, хилые совершенно дети. А если мама скажет, что кормить его не будут? Да, пускай едят. Пускай едят и пьют. Но это никакого отношения к сердцу не имеет. Они пусть тучатся. Они пусть пляшут, лунят, курят, наркотики. Пускай все делают. Но это к церкви не относятся. И нарушение поста к церкви не относятся. Кто пост нарушает, отключается от церкви на два года. У меня к истинному православию о посте. Почитайте, что Феофан Затворник говорит. Люди выставляют четыре причины. Недоноски, больные. Когда я хочу сам, он говорит, но когда умрешь, хочешь, не хочешь, тебя демоны потащат в ад. Ты все равно пойдешь тогда туда. Церковь – это любящая мать. И такой пост дала нам она, который нас спасает, помогает, оживотворяет. А что дети, больные, вот им как раз пост и нужен, раз они больные. Пост – это лекарство. У нас в семье было 12 детей у матери, живых 10-го. И пост ни разу не нарушался, никогда. Что спрашивают? Мне 76-й год. Я хожу нормально, рассуждаю. Я хотел спросить, выходные ролики выставляют в наши пленнисты или они идут одним потоком? Я все как надо делаю. Ну вот, я не знал, люди спрашивают, как найти, где найти, какой поисковик. Я говорю, они по пленнистам были, там отдельно потеряются, отдельно богослужения, отдельно патриархия. У меня там много этих пленнистов-то. Конечно, я все делаю по правилам, как нужно. Слава Богу. Вот, Инатища, а я вот про себя, вот по себе вот спрошу, ну, я, к примеру, я ничего не ем, не пью, но я так пару яблочек, помидорчик в день съем, и все. А мне как паститься тогда? Так, как заповедовала Святая Православная Церковь. Вот так. Какой день пришел, разрешено, разрешено, если нет, не разрешено, не разрешено, не посягай. А остальное время, когда ты ешь мясо, ешь там, конкретные мясные, то, что разрешено. Я тоже не ем, я ем только овощи, да фрукты, а че, у меня как-то денег. О, ты не ест. Овощи и фрукты, вопросов нет. Леха, вы скажете, ой, я ел овощи и фрукты, но сейчас прямо душа, вот так охота мясного, не имеешь права. Ты можешь просить жареного козленка, когда поста нету, и пусть тебе мама, Татьяна и Лениша, подготовит. Да я не ем козлят, я животных не ем вообще. Ну я к примеру говорю. Так. Может, у Михаила... Что-то на... У Михаила... Говорите. Давай, Михаил. Я хотел поскоретоваться по поводу Тимофея. Его записали в музыкальную школу по классу Бояна, он сдал экзамен по слуху. А зачем вот православный опыт? У меня Бояна ассоциируется с тварьбой, с гармонкой, где-то в гулянке. Ну и что? А почему у вас Боян не ассоциируется с Бетховеном, с Бахом? Я недавно слышал, его сейчас живым нету, какой-то там Филипенко, играет на балалайке. И не просто играет, а пятую рапсодию Листа там где-то. Вообще вещь невероятная. На трех струнах. Рапсодию. Ну по радио передавали. А что Боян? Боян это хороший инструмент. Он может играть на народные песни, духовные, что угодно. Ассоциируется, да мало что. Я на человека, когда смотрю, который мне не знаком-то, он в руках издалека что-то держит, я уже ассоциируется, думаю, не курит ли он? Но это ошибка, он не курит. А скрипка у него, а скрипка тоже ведь она в хоровых оркестрах участвует, иногда бывает и тоже, так там, Мендельсона играют. Я еще хотел спросить, если Господь ожесточил сердце фараона, значит, а кто ожесточил сердце бельницы? Значит, по аналогии-то Господь правильно. Сравнение такое, любовь Божия это солнце, и Бог долготерпелив, а сердце человеческое есть грязь, наполненная негодным. И чем больше солнце светит, тем больше делается жесткий грязь и превращается в камень. И чем больше Бог терпел, тем больше он ожесточался. Никакого Бога нет, я сам решаю. Вот как ожесточалось. Любовь, но его терпение. А не то, что Бог его мысли взял, его сверхнул, и ты будешь жестокосердный. Долготерпелив, первение Божие делает человека жестоким. Никакого Бога нет. Вот это делал фараон. Инатихич, а вот правый разбойник на кресте вошел в Царствие Божие без знания Святого Писания, а для чего Христос предлагает исследовать Писание? Когда Христос говорил первое Святого Писания, Писание называлось только Ветхий Завет. Ветхий Завет. Ни одного Завета еще не было. Чтобы исследовать Священное Писание, это Иван Гелетьян, 5-я глава, 39-й стих, ибо оно, ибо вы через него думаете иметь жизнь вечную, а оно свидетельствует о мне. Речь шла о том, чтобы вы в Священном Писании, в теневой стороне, нашли облик подлинно совершившегося истина во Христе пришла. Закон имел тень будущих благ, котелы во Христе. Вот об этом. И мы должны во всем абсолютно, в одежде священника, камни, скрижали, ковчег, храм, служение, во всем увидеть прелюдию к воплощению через Деву Марии и Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа. наполнен жертвами, а жертву все указывали на Христа. Повторяю, он говорит, исследуйте, то есть найдите, ибо вы через Него думаете иметь жизнь вечную, а оно в Писании, Ветхий говорит, свидетельствует о мне, о мне, о Христе. Змея будет жарить тебя в питу, а ты поражать в голову. Семя жены. Семя жены, да нет у ней семени. Это речь была Богородица. Крем склонился к женщине. Как через женщину погибает, так через женщину воскресает, говорит Ян Платарус. Вот как. И поэтому Господь так и сказал. Только не они, не оно, а они слово стоит. Иван Гриотиан опять засидел. Они. И сами. А почему Господь выпускает беса людей мучить? для того, чтобы в конце показать полную победу. Если бы их не было, не с кем было бороться. А если не с кем бороться, борец, атлет выйдет, а не с кем бороться, он медаль не получит, не с кем бороться было. А дьявол просит у Бога, просит, дай мне кожа за кожу, а за жизнь свою человек все отдаст за душу. Как его он выпросил, Россию матушку выпросил. И Бог дал. Сатана говорит, я построю коммунизм, будет равенство, о каком равенстве ты, Господь говорил. И когда у него не получается, люди измучились, гулаг, расстрелы, и ангел рукоплещет, ничего не получилось опять, злин сатана. Потому Бог и допускает. А если человек не крепкий, то он и без сатаны не спасется. А Ева был на навозной куче, и сатана его ободрал полностью, и он спасся. А другой был в райской обители, и выпал оттуда. Инатихич, а тут вот как получается, сейчас на земле живет семь с половиной миллиардов, чем больше людей, тем больше Господь попускает, больше дает искушений людям. Вот, вот, как-то так. Вот, возможно, от того, что небесам принадлежит определенное количество людей, и Богу нужно определенное количество людей. Много ему тоже все, опять же, не нужны, а нужны много званых, да мало избранных. То есть вы как-то относитесь, определенное количество нужно, или видите все без числа. мнение святых совершенно одинаково, определенное. Количество падших ангелов должно восполниться спасенными человеками. Ровно столько обители освободились, они должны быть заполнены, и ни один больше не войдет, дверь будет закрыта. Ровное число войдет, определенное число, в определенное время откроется половинка двери, первая дверь, открытая дверь, закрылась, язык, открылась, теперь снова откроется, апостол Павел в послании к римлянам, 9-й горе полностью это раскрывает, и остаток израиля спасется, определенное число, когда полное число пойдет. А есть же еще когда в апокалипсисе, когда из жертвы и за жертвенников души людей показались, и как их утешил Господь, что примиритесь на малое время, потерпите, еще пока не дополнят вас. Вот это тоже говорит о дополнении ведь, да? Да, определенное число это 5-4. Об этом говорится. Это для инвентистов. для инвентистов этот стиль сохраните. Они не верят, что у человека душа, как и эволисты. А здесь говорится не люди, а души. Души улюбленных. Души. Конкретно души. И они знают, что на земле еще не наказаны эти гонители. Они знают, что здесь совершается на земле. Им даны были белые одежды. Вот доказательства. Это очень сильный... Еще вот один вопрос, я можно это... Тут меня просто меня волнует. Так вот, как вы думаете, почему вот конкретно к концу 19-го века, к началу 20-го века началось такое массовое отступление народа от Бога? господь сказал поле есть мир жатва кончина века. Вот почему именно перед самой жатвой пшеница начинает быстро набирать зрелость, а сорняки сразу выпускают колючки и все остальное. Почему? Потому что время жатвы. Зреет то и другое и образует то, что должно быть. И Господь говорит, соберите прежде плевелы и сожгите их огнем. Поэтому они растут, потому что пока растут рабы даже не могут отвлечить их. А когда уже время к жатве, тут ясно видно, где пшеница, где плевела. Вот поэтому. То есть жатва идет полным ходом, да? Жатва не идет, приближается. Жатва кончина века. К жатве подходит все. Жатва кончина века и Господь пошлет жнецов по ангелов и соберут и сожгут и вжитесу пшеницу. Вот как. Это будет разовый акт, одно моментное явление. Разовое. Ну а какая же тут жатва, когда тут все терни забили, все колосья, тут и косить то, и как косить то. Ну вот все, но не все. Ничего. И пророк Илья говорил один, я остался один, а Господь говорит, я семь тысяч сохранил, он ошибся в семь тысяч раз. Пророк Илья один из самых величайших пророков и такую ошибку допустил. В семь тысяч раз. И так и мы откуда мы знаем? Может быть праведник рядом и мы не знаем и не видим, а сколько есть скрытое. Не весь мир свих носов будут спасенные граждан племен и народов. Ну как не весь, как не весь. Сейчас наверняка Господь даст суровую зиму за это беснование украинское. Они сейчас кричат, что будет теплая зима, зима теплая, надеются на теплую зиму. А Господь обязательно даст холодную зиму, чтобы усмирить вот эту гордость стоит. Когда Гитлер подступил к Москве, как бы не суровая, невиданно суровая зима, Гитлер бы Москву взял сразу. А вот мороз тяпнул и все, русские дороги, как Расторгуев поет-то. Русская дорога, русская дорога и морозы. И все, и захрясло, масло застыло, танки остановились, шубы им не дали, в шины лежках. Так убого все вымерено. А за Украину только молиться, молиться. Больше ничего нельзя сказать и делать. Ну, в принципе, все. Спасибо, Христос. Так, у вас будут интересные ролики здесь. Ролики мы послали будут там. У нас в церкви прям вверху под крышу шершня залетает. И как мы лазили шершней этих посмотреть, я знаю их, занимался. Я уже не лошадь этот ролик. Вот. И мы лестницу сделали, новую. Как делали для того, чтобы та-то лестница. Мы увидели, что плохая. Из-за шершней мы увидели лестницу с гибелью. И как мы с Володей это делали. Из ничего интересный ролик получился. А в городе человек ничего этого делать не может. Надо пойти в лес, было выбрать, ошкурить, привезти, сделать, сбить, связать, поставить. Городской ничего этого не знает. Он может пойти стремянку купить. Я еще раз говорю, смеяться сельским тружеником не надо. О, колхозник, сельский труженик, он сам себе колодец и туалет строит. Скоро городские будут завидовать. с бетонечком не стоит. Конечно. Ну, так. Ну, что, в начале октября, если Господь благословит, вас посетят, вы все сделаете, что надо передадите, побудьте. Я вам уже все наказал. Они куда направляются? Ну, куда, куда, не знаешь, куда поприедут-то. К мощам, в разные монастыри, в деревьях, на острова, Соловецкие, везде. У меня сейчас один знакомый, ну, он так, друг мне собирается в этот, ехать к монакам туда, на Афон-то. Я говорю, а что там на Афоне? Ну, старцы, говорит. Отец, каким там был, говорит, не поговорить ничего, ни за столом, ни в столовой, нигде. Я был в монастыре, и ночевал, и жил. Монастырская жизнь мне известна. Притом, в разных монастырях мне пришлось быть, здесь и за рубежом. Да, молятся, да, все. Есть монахи смелые, которые оковы разрушают эти. Семинаристы ночью тайно пробирались, и мы там молились, и поднятие рук прославляло нашего Иисуса. А это, что ездят они где-то, каждый раз батюшка приезжает и говорит, ничего нигде нету, надо свое ценить. Она все до чего-то опять собирается, я ему выговариваю, ты эти деньги-то лучше отдал бы мне. Ну что, все, брат? Увидимся. Увидимся.